так а мы тогда переходим к следующему выступлению даниил я вас объявлю хорошо добрый день привет привет даниил террорухин руководитель аналитики сервиса яндекс маршрутизация чем можно начинать почему бы нет так видно ли презентацию да хорошо значит меня просили рассказать о чем-то таком что вообще можно делать войти как там развивать карьеру какой вообще будущее ожидать человека который пойдет войти значит и что-то про по сотрудничество пока яндекса которая очень очень большое и глубокое вот давайте я про это вам расскажу сначала парсовка себя я работаю в яндексе уже довольно давно больше 10 лет как-то я даже не планировал когда я устраивался в яндекс будет все так долго я думаю ну там немножко поработаю дальше посмотрим но оказалось что чем дальше тем интереснее вот и работаю я все это время аналитиком но при этом на разных позициях в разных командах я яндекс прекрасное место работы которое позволяет если ты где-то устал этим или тебе что-то наскучило или там что-то не знаю не идет душа не лежит поменять команду и заняться чем-то другим можно прям полностью профессию сменить вот поэтому я вот на разных проектах работаю и мне все время интересно значит и у меня довольно большой опыт накопился но это сложилось некоторое понимание чего вообще делают аналитики в целом в яндексе и на рынке в современном айти и что вообще в этом айти происходит чем вам может быть полезен рассказ и зачем я его хочу рассказать дело в том что я вспоминаю себя когда я был школьником последних классов и дальше студентом там 1 2 курса и я понимаю что в тот момент у меня не было не было понимание чего хочу в жизни это как бы был на самом деле не очень хорошо то есть чем раньше можно понять что именно нравится что что хочется сделать своей профессии чем раньше получить информацию о возможных вообще путях что бывает тем более осознанный выбор можно сделать здесь я хочу этим рассказом как бы как то вот объяснить что в целом происходит войти индустрии чтобы может быть если вам покажется что это ваше чтобы вы сразу поняли что да это мое там и как-то загорелись этой идеей и мне кажется что вот чем больше у арбитуриента у студента будет информация на эту тему такой как бы общепопулярно тем на самом деле лучше это позволяет раньше определиться вот мы здесь там перечислено про чтобы говорить давайте сначала поговорим в целом про эти чуть за индустрия такая вообще началось все с того что люди начали оцифровывать информацию ну условно у вас была какая-то картотека и она хранилась на бумажках и была специальная какая-нибудь тетечка которая значит ходила и ведала всеми этими бумажками потом взяли компьютер такой большой калькулятор у которого еще есть какое-то место где он хранит данные и эту всю картотеку засунули в этот компьютер и получилась база данных то есть сначала первая задача которая решала идти кажется был просто информация которая есть у человека или у какой-то организации и нужно оцифровать просто сохранить и делать по ней дальше какой-то удобный поиск удобное добавление удаление вот база данных это вообще какой-то был прорыв когда они появились и все начали использовать это было очень классно значит постепенно помимо текстовой информации люди вот компьютер-сайенс инженеры они учились обрабатывать и всякие другие виды информации картинки звук видео появились всякие после текстовых процессоров появились там процессоры которые могут программы редактирования изображений программы редактирования звука из этого выросла всякая электронная музыка которую можно прямо на компьютере писать из редактирования видео выросла там произошли очень большие изменения в киноиндустрии когда они начали компьютерную графику применять вот значит игры начали делать вот на базе всего этого в общем как как то вот мы взяли информацию просто ее оцифровали уже стало хорошо дальше как бы большая революция произошла с появлением сети интернет потому что оказалось что информация можно не просто хранить и как-то обрабатывать у себя а еще и можно передавать другим людям если мы построим огромную сеть то ее вообще можно передавать по всему миру и это классно значит это привело во первых потому что информация стала гораздо доступнее значит появились сайты и там если я сделал свой сайт и я его открываю весь мир может увидеть что этом этом сайте написал появилась ускорилась коммуникация то есть людям стало легче общаться друг с другом вот как бы с появлением интернета у людей появилась такая возможность как бы написать что-то человеку который находится на другой стороне земли и это прям как мгновенно или за небольшое время доходит это здорово и люди начали сами производить новый контент то есть вот до появления этого пользовательского контента как бы прерогатива производства контента она была у каких-то я не знаю писатели режиссеры в общем если вы что-то там себе на придумывали проект никто не узнает а теперь когда у вас есть свой блог в принципе если вы что-то достойное придумали про проект узнает весь мир вот и все это в конечном итоге привело к появлению довольно больших объемов данных которые у нас по интернету туда-сюда гуляют нас располагилось огромное количество сайтов огромное количество пользовательского контента в общем как только людям дали доступ потому чтобы делать контент они начали его делать потому что классно и здорово вот соответственно вокруг всего этого появилась новая новая такой новый рынок новая часть в айти индустрии это все что связано с интернетом сайтами и со всевозможными веб-сервисами значит дальнейшее развитие такой как мне кажется концептуальной заключалась в том что люди начали оцифровывать мышление вот мы как-то научились работать с информацией как-то и обрабатывать там и не знаю передавать а теперь произошло это где-то уже в 2000 не знаю пятом и позже во первых компьютеры развивались до такой степени что они стали достаточно мощными и некоторые алгоритмы которые до этого присутствовали только в теоретическом компьютер саймсе и стал возможным реализовывать вот я говорю про метод машину в обучении и нейросети в принципе эти штуки известно довольно давно но они относительно недавно как бы с ростом вычислительной мощности стали стали доступны и одновременно как бы важно почему они сыграли то что у нас появилось очень много данных самая бигдата когда у нас условно как бы любой большой сайт лагирует там ваши любое действие любой чих у него как бы огромная при огромная база данных туда все 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 складывается и дальше мы по этой огромной базе данных начинаем запускать какие-то вычисления вот когда стали возможны эти технологии и когда это все скрестили вместе то оказалось что айти может делать какие совершенно удивительные вещи во первых значит ну можно хорошо прогнозировать всякие штуки вот это собственно классическая задача машинного обучения задача регрессии во вторых можно делать всякие выделять из текстов разные сущности а зачем это нужно для того чтобы если вы хотите найти какую-то информацию чтобы раньше в классическом эти если вы ищете по базе данных вы должны использовать специальный какой-то язык запросов или форму или что-то а когда вы умеете выделять из текста в сущности то есть условно понимать то что человек пишет не естественном языке вы можете отвечать на вопросы на этом естественном языке и компьютер становится больше похож на человека то есть вы с ним как будто можете общаться и это это не какая-то магия это просто чистой воды вот методы компьютер сайенса какое-то обучение и вот обработка больших объемов данных вот рекомендательные системы которые рекомендуют вам не какую-то тривиальщину что то что вам действительно нравится всякое распознавание звуков изображений объектов и так далее и все это постепенно пришло еще в еще одну еще другую область это генерация генерация всего 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 сейчас у вас появились генеративные нейросети которые они могут они могут создавать что-то новое мы еще даже не знаем чему это приведет да потому что сейчас все говорят про то что эти генеративные сети стали настолько умными что первые пытаются воспользоваться всякие мошенники которые пытаются делать какие-то смешные фейки подделываясь под голос какой-то президента или известной личности вот в общем все это становится настолько реалистичным и правдоподобным что мы у человечества в целом через некоторое время точно совершенно придется какое-то другое состояние когда мы будем вот этим вот с генерированными данными пользоваться и как бы это очень большое и мощное направление в современном компьютер сайенсе и она требует требует большого знания вот всего-всего-всего здесь нужно знать и методы и математику лежащую под ними и нужно знать инструменты то есть технологии какие-то пакеты программы уметь программировать хорошо это вот такая передовая область современном айти но это как бы это не единственное чем занимать современной айти потому что есть еще другое направление которое не менее большое чем вот это вот как бы дальнейшее улучшение информации создание всяких искусственных интеллектов айти в какой-то момент начало заниматься выходом в оффлайн вот есть такая терминология онлайн оффлайн значит онлайн это все что у вас происходит условно говоря в сети и вообще-то как какие-то программные в целом объекты оффлайн это что-то про реальную жизнь если в этой терминологии посмотреть то в какой-то момент у программистов появилась возможность писать программы более тесно интегрированные с объектами процессами в реальной жизни началось все наверное с gps датчиков вообще gps это очень классная штука да потому что как только мы узнали мы получили возможность узнавать где находится как какой-то объект какие у него там координаты на поверхности земли то вокруг этого появилось огромное количество сервисов начинался конечно с военных сервисов но потом пошли гражданские всякие навигаторы там отслеживание и много-много-много всего вот что тут важно то есть до этого до появления gps условно все что мы могли делать это мы могли сидеть за компьютером и программировать какие-то информационные штуки ну то есть информационный поиск распознавание речи распознавание картинок это все равно про кусочки информации а вот gps это уже про какую-то машину который едет за окном это значит что если вы работаете в этой области то в принципе у вас на кончиках пальцев находится управление какими-то объектами в жизни вы что-то там напрограммировали и эта машина поехала по-другому то есть не люди стали по-другому пользоваться информация прямо вот машина поехал значит другой хороший пример эта компания tiranos на самом деле пример как это пример нехороший в том смысле что значит владельцы этой компании они пообещали создать новую медицинскую технологию значит собирать автоматизированным способом данные у людей собирать анализы и потом их как бы обрабатывать как большие данные из этого извлечь много много всякой пользы и к сожалению эти люди всех обманули никакой технологии у них не было и в общем грустная история если интересно почитайте про то как можно было всех обмануть вот в современном мире там их оценили в какие страшные миллиарды долларов все очень поверили в эту штуку вот а сейчас собственно основатели этой компании судят потому что оказывается никаких методов не было у них была там какая-то лаборатория в которой совершенно по старинке делали всякие анализы и они запретили простым сотрудникам которые про эту лабораторию знали рассказывать вот но тем не менее концепция правильная в каком-то будущем у нас появится возможность у людей собирать медицинскую информацию причем как бы постоянно например вот не за диабетики люди у которых диабет они страдают от того что им нужно постоянно измерять уровень сахара в крови если он выходит за границы какого-то перидора то там все плохо надо срочно принимать лекарства есть метод как за этим следить нужно колоть иголкой палец брать капельку крови и анализировать это как бы больно и дорого и вот если придумать какой-то способ который позволит для диабетиков непрерывно отслеживать уровень сахара в крови это в общем уже будет такая революция в медицине для огромного количества людей в целом если мы сможем собирать данные медицинские как-то массово обрабатывать это будет прорыв медицинской диагностики значит другое возможное применение куда идти пытается и проникнуть всеми силами это улучшение во всяких прям промышленных процессов геологоразведка металлургии это там где уже есть какие-то шаги сделаны но вообще говоря оцифровка возьмем любой завод если мы его оцифруем мы принесем очень много пользы завод будет работать более эффективно там более предсказуемо там не знаю будет меньше заняты людей на всякой черновой работе это то чем идти будет заниматься ближайшее время вот вместо завода вы можете посмотреть как цифроваться умные дома они пока еще не сто процентов умные но это тоже примерно в ту область ну и это кажется что на острие вот этого выхода эти технологии в реальную жизнь в реальные объекты находятся беспилотные автомобили потому что для того чтобы вас поехал беспилотный автомобиль вам нужно чтобы вам нужно скрестить огромное количество технологий вместе вам нужно обрабатывать огромные массивы данных которые собираются с куча железяк установлены там всякие радары дары и прочие датчики и видеокамеры все это собирается в огромный огромный поток информации потом вам нужен этот поток информации как-то обрабатывать выделяйте с него сущности то есть беспилотные автомобиле это такая как бы Shell Chert мобильный индустрия такая штука которая объединяет себя очень много busy беспилотный автомобиль объединяет себе практически все эти индустрии современное вот такая картина того что вообще в целом производит происходит войти куда она все движется и наверно мораль такая что если вы пойдете работать войти то здесь понятно горизонты находятся за границами человеческих возможностей точно без работы вы не останетесь очень много работы очень много чего надо сделать в этой области теперь поговорим немножко про образование зачем зачем учиться ну то есть вот как бы идти вроде все понятно программируешь и хорошо и научился программировать можно идти программировать сразу учиться не обязательно можно идти работать мне кажется что учиться на самом деле надо все равно потому что учеба дает вам очень много полезных вещей во первых обучаясь выучить просто воспринимать большой объем информации и запоминать их в каком-то смысле можно сказать что мозг человека это как мышца если мы ей даем упражнения она становится сильнее ее нужно тренировать маленьким детям дают пластилин потому что у них как бы мелкая моторика связана напрямую с развитием нейронов пожилым людям у которых альцгеймер тоже говорят надо больше двигаться потому что как бы у вас движение связано с развитием нейронов то есть вот если если вы как бы эти нейроны ваши тренируете чем-то а учеба очень хорошо тренирует нейроны они у вас будут развитые и такие сильные кроме того учеба даже если вы не учитесь по компьютер-сайм специальности а учитесь в какой-то другой специальности если у вас хорошая база то вы с ней не пропадете она точно совершенно пригодится вот я сам учился не в вышке я учился на мехмате мгу и предполагалось ну как бы на мехмате учить профессиональных математиков я профессиональным математиком не стал может к сожалению а может и к лучшему но база хорошая и она точно совершенно пригодилась вот как бы если вы хорошую базу освоили то вы сможете учиться и переучиваться и где-то ее применять дальше я хочу протестировать мысль григория бакунова это директор по распространению технологий в яндексе вообще очень известный человек в айте сообществе у него много выступлений на радио подкасты и статьи и вот он озвучил такую мысль который который мне нравится с которой я очень согласен это что мир сейчас изменился настолько что нужно будет учиться постоянно то есть раньше можно было чему-то научиться освоить одну профессию и дальше с этим жить все как будут вы научились там 25 годам и дальше это вам там воскормить все оставшуюся жизнь нет все эти времена закончились вам нужно будет переучиваться каждые 25 каждые 10 лет либо доучиваться либо вообще чему-то совершенно новому учиться чего вы не умеете если вы не будете это делать вы останетесь как бы за бортом потому что технологии уйдут куда-то вперед а ваше знание просто пропадет она будет не нужно пример того как это происходит значит все простые профессии автоматизируется до нас была лошадь сал автомобиль вот это происходит абсолютно везде и сейчас искусственный интеллект автоматизирует и простые мыслительные процессы вот сеть github к пилот который недавно появилась генеративная нейросеть она умеет вам писать куски программ в ответ на ваши запросы сформулированы на естественном языке и это потрясающе потому что когда эту штуку допилят и начнут реально применять и говорят что и уже прям кто-то применяет это будет означать что люди которые могут написать программисты которые могут запрограммировать такие самые простые вещи они будут не нужны потому что вот это вот нейросеть она и заменит и вот если мы себе представим что будет там через 10 через 20 лет то зачем вам нужно учиться потому что вы вряд ли хотите быть теми людьми которых которых заменит сеть github к пилот вы скорее вы хотите теми людьми и быть которые ее будут запускать а еще лучше теме кто ее будут программировать и улучшать вот надо стремиться туда то есть нет никакого смысла заниматься айти чтобы делать простые штуки это скоро будет не нужно есть мыслить и войти образование а фкн это прекрасное место куда можно идти зайти образованием потому что там очень хорошо учат и там дает вот сравнивая ребят который учатся на фокаине которые приходят на стажировки там с тем что я знал в их возрасте я понимаю что у них там передо мной в возрасте там два-три года форы вот вам это нужно для того чтобы не пропасть в этом быстро меняющимся эти мире для того чтобы как бы ваша ваша нужность была гарантирована в каком смысле я вернусь к названию свои своего рассказа войти войти это несколько на самом деле ироничное название оно появилось из-за того что сейчас айти область очень популярна и отовсюду лезет рекламы всякой там гикбрейн скиллбокс яндекс практикум типа ребята меняйте вот у нас есть онлайн-курс приходите если вы даже ничего не понимаете мы вас научим питона будет зарабатывать тысяч рублей в месяц как бы это все очень просто легко то есть вот типа вход войти мы вам обеспечим и дальше как бы тут прям золотые горы перед вами откроются ну и на самом деле это не совсем правда потому что золотые горы откроются прямо сейчас если если вы сможете это все осилить как бы перейдя с другой специальности но вот в будущем надо будет осваивать что-то более сложное и вот этот вот вход войти он сейчас такой довольно широкий но если вы хотите этой индустрии заниматься как бы по-серьезному вам нужно как следует учиться чтобы делать сложные вещи компания яндекс в ней работают очень умные люди и они в какой-то момент осознали что эти индустрии будет развиваться бешенными темпами и людей которые что-то в этом понимают мало их надо количество просто увеличивать как-то надо учить поэтому яндекс начал выступать со всякими образовательными инициативами началось все со школы анализа данных вот и в какой-то момент потом было сотрудничество яндекса с разными топовыми вузами вот в какой-то момент сотрудничество с высшей школой экономики привело к созданию замечательного факультета компьютерных наук значит чем он хорош тем что для того чтобы преподавать современный компьютер сайенс вам нужно вам нужны хорошие курсы современные вот в случае с вкн ведут курсы очень многие сотрудники яндекса важно что это действующее как бы что они работают одновременно в яндексе это люди которые не просто как бы на острие они это острие создают задачу вот и это люди очень сильно это среди преподавателей в к на есть люди которые в яндексе являются начальниками групп отделов как бы это там я не знаю топовые люди вообще в современном айти вот кроме того яндекс и у фкн есть очень много всяких партнерских программ научно-учебная лаборатория сотрудничество с буквы в рядами там прикладной математики информатики прикладом программной инженерии ряд магистрских программ значит вот тут лаборатория лямбда это значит выросли сотрудничество яндекс с церном когда там с помощью машинного обучения делали детекторы элементарных частиц вот еще что важно но это какое-то будущее а вот что то что абитуриенту ближе по времени это пробное собеседование программа стажировок пробное собеседование в них можно будет участвовать уже на первом курсе когда вы проходите собеседование как будто она настоящая вот в яндекс она на позицию разработчика аналитика менеджер кого-то и вам сразу говорят как бы чё как чё не что было хорошо что не очень как вы там прошли как-то справились почему это важно потому что ну там первое собеседование могут сказать страшно совершенно мандраж и люди просто даже если не очень хорошо что-то знают умеет они просто не могут показать потому что очень волнуются вот и это очень хорошая практика и по моему студенты первого-второго курса радостно и пользуется вот еще у яндекса и у фкн есть довольно хорошая программа стажировок и набирается большое количество стажеров с фкн а я про это еще чуть позже расскажу стажер очень хорошие приходят давайте поговорим про то чем вообще можно войти заниматься в современном какие есть профессии ну вот профессии очень много сразу сделаю оговорку вот то что есть перечислил разработчик менеджер аналитики это мое такое условное деление я взял три на мой взгляд самых крупных потом по составу количество людей вот и при этом каждая из этих профессий она на самом деле включает много под профессии то есть разработчики это не просто разработчики из бэк-энд разработчики фонт-энд разработчики мэйли разработчики там там какие-нибудь хайлот разработчики это все как бы разные специализации но в целом разработчики это люди главная цель которых написать код который будет работать в продакшн то есть они делают готовый продукт в этом смысле это самые важные люди вообще войти потому что если как бы вы разработчики не возьмете то вас некому будет написать штуку которая работает другие люди не умеют делать вот менеджеры это люди которые значит здесь написано они занимаются тем чтобы что-то чтобы что-то было сделано чтобы не просто мы поработали чтобы результат того что вот мы поработали появился какой-то продукт законченный которым можно пользоваться аналитики они в некотором смысле нужны не самого начала но аналитики очень нужны когда ваш продукт становится большим потому что в какой-то момент у вас возникает много вопросов что же нам дальше с этим продуктом делать как вы правильно развивать что в нем хорошо что в нем плохо и вот аналитики люди которые умеют копаться в данных правильно и делать какие-то выводы если проводить аналогию там нельзя с футбольной командой то разработчик это как бы нападающий защитник который индивидуально очень классно владеет мечом и вот он как бы игрок просто хороший хорошо тренированный менеджер это там какой-то playmaker который видит ребята чужие ворота там бежим туда бьем вот забиваем гол для этого значит нападающий выдвигается вперед защитник и соответственно чуть сзади аналитик это человек который приходит и говорит слушайте мы в целом как команда хорошо играем но чтобы стать чемпионами мира посмотрите у нас вот есть недостатки в защите посмотрите мы провели матчи все наши передачи были прерваны потом в общем как бы все все эти люди вместе работают как единая команда здесь пример того как как может осуществляться взаимодействие вот этих вот специальностей при улучшении конкретного сервиса взял для примера яндекс поиск как самый крупный вообще сервис яндекса вот допустим менеджер приходит и говорит я посмотрел в жалобу пользователей увидел там какие-то проблемы значит жалуется на поиск на айпедах и жалуется на поиски для программистов ребят подите разберитесь вот аналитик пошел и например проанализировал что поиски для программистов плохие потому что мы плохо умеем выделять программистские запросы ссылка это прототип вот доказал что вообще это эта область для нас важная что вот эти поиски вот этот сегмент поисков это какая-то важная вещь которую надо улучшить потому что если мы не улучшим у нас там будет много жалобы самые лояльные пользователи только самые лояльные программисты пользуются нашим поиском а все остальные пользуются google например значит с его доводами согласились выделили ресурсы здесь менеджер поработал и потом разработчики там продакшенизировали какие-то прототипы которые сделал аналитик выкатили это все сделали измене в поиске аналитик поскольку он отвечает за качество он эти изменения принял провела бы тестирование сказал как бы тестирование показывает хорошие результаты ребята выкатываем вот ну а справа как бы трек когда они ускоряют скорость увеличивать скорость загрузки и здесь может быть проблема не только на бэк-энде но и на фронт-энде то есть на том что происходит конкретно браузере на устройстве пользователя и здесь уже во многом будет работа менеджера чтобы понять как бы какие совместные усилия нужны там может быть ресурсы докупить может быть поставить задачу там на фронт-эндеров и менеджер вот этим всем занимается то есть как бы люди работают в команде для того чтобы улучшать какие-то сервисы что нужно уметь чтобы стать разработчиком менеджером аналитикам значит эти люди в них разные специальности и разный набор того что называется hard skills из каких технические навыки разработчики должны должны хорошо писать код в первую очередь для этого им нужно как следует знать свой язык программирования но и не только свой как бы нужно знать языки программирования в целом потому что не бывает такого вспоминаем слово снова цитату григорий бакунова вы не можете выучить один язык программирование думать что на нем будете программировать всю жизнь вот есть забавные примеры там с какими-то языками программирования типа кабол которые использовались если они путают и кабол был который используется использовались раньше и продолжать использовать в крупных финансовых системах и но есть такая байка что вот в америке есть какие-то 60-летние программисты которые хорошо понимают именно этот язык который как бы никому не нужен цвет у него забыли и они умеют из-за этого настаивать какие-то банковские системы каких-то банков которые еще ничего не обновили себе и за это получают огромные деньги это конечно классная история но понятно что эти банки стремятся всячески этот весь кабол свой переписать на джаву или си плюс-плюс или что-то что используется сейчас и как только они это сделают вот эти пожилые программисты разбирающиеся каболе тут же сам никому не нужны вот то есть лучше уметь разбираться в разных языках программирования и в целом вот я не знаю ни одного разработчик который сказал я умею только вот этот вот все меня не трогать как бы все все программируют на всем на чем попало надо значит плюс-плюс на пайтоне тем более что все это там некоторые языки python его они очень популярны потому что можно их изучить довольно быстро вот и что-то написать прям сразу практически не нужно там долго погружаться в особенности языка вот и помимо языков вот язык это основной инструмент разработчиками есть еще очень много вспомогательных инструментов что-то что позволяет делать совместную работу под ревью значит хранение кода в репозиториях эту всю инфраструктуру тоже надо знать это часть работы разработчика также нужно понимать как твоя программа будет работать вот физически на железе вот и выкатываешь там у тебя такая операционная система всякая операционная система вот так как эта штука будет взаимодействовать сетью если ты этого не понимаешь она может работать плохо ты про это даже не знаешь вот ну и конечно разработчикам приходится много заниматься еще как бы вот вещами вокруг тестирование кода потому что если не тестировать то он обычно ломается рано или поздно и еще нужно уметь выстраивать архитектуру проектов чтобы чтобы не просто написать один раз какую-то штуку а чтобы потом эту штуку можно было дорабатывать и улучшать и чтобы это мог делать не один человек который вот эту штуку написала какие другие люди могли прийти и разобраться что там происходит и дописать какие-то важные куски у менеджеров работа другая менеджеры должны вот сформулировать проекта доводить их до того что проект сделаны и поэтому они знают много про всякое управление и проектами и людьми есть методологии проектной разработки джалл скрам там всякие канбаны и прочее вот менеджер даже очень много коммуницировать пользователями заказчиками принимать решение и как бы делать так чтобы в целом вот как я приводил налоги с playmaker да есть еще аналоги с кораблем у вас есть корабль и там на нем очень много там не за гребцов или машинистов и двигатели и вот если мы хотим корабли развернуть в определенную сторону то для начала нужно пройтись по всем и сказать ребята теперь вот гребем вот туда не прямо чуть правее нужно курс поменять и если этого не сделать то у вас себя грести в разные стороны будет такой лебеди рак и щука и никакому продукту вы не придете и работа менеджера делать так чтобы люди понимали что мы делаем зачем куда идем какая конечная цель потому что тогда они работают хорошо каждый будет на своем месте работать хорошо и будет согласованная делаться некоторый общий продукт вот аналитики я здесь на слайде объединил налить и мы лиц специалистов на самом деле мы специалисты бывают как аналитиками так и разработчиками это как бы не несколько стране такая область аналитики в целом работать за нами поэтому у них инструменты но основной сейчас раньше вообще аналитики работали в цели ну или если они работали с базами данных они работали с сиквелом издавали та всякие запросы базам данных сейчас основным инструментом аналитиков стал лизы пойтан и джук термутин как среда очень удобно для визуализации разработки визуализации работы аналитика вот нужно уметь копаться в данных для этого нужно понимать как бы как находить закономерности между пусками данных нужно хорошо понимать теорверм от сад всякие методы обработки там как классические всякие там а новую мановые временные ряды главные компоненты и прочее так и если вы работаете ну сейчас вот то что написано здесь снизу и моя специализация это на самом деле такой же мастхэв то есть вы вы не можете этого не знать вот вы обязаны знать и все методы относящиеся к машинному обучению если вы хотите эффективно обрабатывать данные потому что если в какой-то момент у вас возникает задача регрессия вы будете решать линейной регрессии будет не круто вы просто плохо решите вы должны знать как с помощью машинного обучения решить нам тоже задача регрессии и это все тоже нужно знать вот и там нужны математику понимать и уметь пользоваться программными пакетами вот причем желательно не на уровне там из такого пакета from искалерный про звездочки такая штука в интернете значит про известный пакет поэтому ски для машинного обучения а нужно понимать что происходит при этом физически и чего вы там применяйте вот и как бы очень важно для аналитика еще уметь формулировать правильно задачи и объяснять ответ потому что аналитик это человек который помогает принять решение если он как бы плохо понимает вообще чего нужно сделать и плохо умеет объяснить чего не получилось то с ним будет трудновато работать вот получается как бы такие три специализации в комп смысле аналитики стоят где-то посередине между менеджерами и программистами здесь есть картинка из компьютерной игры в которой когда-то играл когда был школьником вот вот если мы представим себе каждого человека его как вот эти вот три его сила по трем этим шкалам то у разных людей будет разное распределение но на самом деле мне кажется что наиболее успешные войти и вот среди своих коллег которых с которым я работаю я вижу очень много таких людей вот как девушка сверху посередине ну или там вот еще молодой человек сверху справа у них есть как бы одна какая-то очень сильная область их специализация в которой они такие прям крутые профессионалы но при этом у них другие области не проседает что это значит хороший разработчик прекрасно делать аналитику он может это делать я просто не его работа хороший аналитик должен хорошо программировать должен хорошо управлять процессами если нужно будет потому что когда к тебе задается задача, в которой нужно попрограммировать и управлять процессами, хорошо бы, чтобы ты это умел, если ты аналитик, чтобы тебе не нужна была ничья помощь. Менеджеры прекрасно умеют и анализировать, и программировать. Теперь совсем практическая часть. Если вы становитесь студентом ФКНа, ну, не обязательно быть студентом ФКНа, чтобы участвовать в стажировках, но если вы студент ФКНа, то вам это будет гораздо проще сделать, потому что есть специальная программа стажировок для студентов ФКНа с Яндексом, и очень много студентов именно в ФКН становятся стажерами в Яндексе. Что дает вообще стажировка? Ну, в основном у меня, в моей группе было очень много стажеров, которые мы наняли, многие из них были с ФКНа, не все, но прям многие, и это были все очень хорошие ребята, очень сильные. Вот. Ой, так, у меня тут пылесос подключился. Надеюсь, что он не сильно мешает. Значит, приходят за тем, чтобы получить практический опыт и убедиться, вот у меня совсем недавно один из моих стажеров закончил стажировку несколько месячную, и он говорил, что для него было важно понять, что то, что он умеет делать, реально применимо, и что из этого как бы может выйти какая-то польза для кого-то. Вот это вот важно, это на стажировке вы вполне можете получить. Посмотреть, как все устроено в большой IT-компании. Яндекс – большая IT-компания, и она хорошая, как бы, и большая в том числе потому, что в Яндексе хорошие процессы. И это в некотором смысле, ну, такой хороший образец. Если вы посмотрите, как сделано все тут, и у вас появится знание, которое вы потом сможете использовать в других местах, как бы, как надо правильно организовывать, чтобы все работало, чтобы большие группы людей вот работали как команда. Вот. Потом стажировка – это прекрасный шанс попробовать себя в разных ролях, потому что вы же не обязаны все время стажироваться как бы кем-то одним. И есть люди, которые постажировались разработчиком, потом попробовали себя в аналитике, потом ушли в менеджеры, и в итоге поняли, что им больше нравится. Вот. Ну, кому-то важно заработать денег, а еще понятно, что стажировка – это такой легкий способ трудоустроиться. Ну, как-то, не то, что легкий. Вам все равно нужно будет проходить собеседование. Они будут несколько проще, чем на полноценную, как говорят, фулл-тайм позицию. Но через стажировку устроиться потом на полноценную позицию проще, потому что вы как бы за время стажировки можете себя проявить. И, конечно же, людям, которые будут вас нанимать, они уже, у них уже будут не просто какой-то там результат из собеседований, а еще они будут, о, вот этот человек сделал вот эту конкретную штуку, я прям могу посмотреть, как она работает, я могу посмотреть на код, который он написал, и так далее. Ну, вот и после стажировки вы можете либо идти на другую стажировку, либо в случае, если она по той же специальности, то вот в Яндексе есть такие правила, что нельзя людей эксплуатировать, нельзя брать подряд. А вторую надо выждать по уводу. А если вы хотите специально сменить, то можно сразу пробовать. Например, из разработчиков, аналитики или наоборот. Ну и вы можете, если у вас успешная стажировка, наниматься на позицию обычных младших специалистов, уже на фулл-тайм, но этому, как правило, препятствует то, что не все стажеры готовы работать фулл-тайм. Ну, то есть большинство стажировок все-таки это когда люди учатся там на втором, на третьем курсе, и для них еще там 40 часов в неделю невозможно, потому что они должны много времени уделять учебе. Вот. И это скорее история про последующий найм для студентов старших курсов. Например, там последний курс бакалавриата или там уже в магистратуре, когда нагрузка становится поменьше, если она у вас становится поменьше. Вот. Я в целом рассказал все, что хотел. Надеюсь, что это было полезно. Даниил, спасибо вам большое за выступление. Да, вот тут есть мой контакт в Телеграме, если еще можно прям приходить. Вот, если какие-нибудь вопросы. Да, вопросы какие-то все-таки появятся, да, запишите себе, пожалуйста. Пожалуйста, ответите. Тогда всего доброго. Спасибо вам большое. Всем хорошего вечера. Да, всего доброго. До свидания. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...